Фестиваль «Простор. Территория развития» проходит в Ульяновске впервые. Буквально несколько месяцев назад организаторы запустили пробную версию проекта, которая познакомила участников с системой дополнительного образования. А уже сегодня дети с ОВЗ, дети-инвалиды и их родители имеют площадку, которая может стать прочным фундаментом в дальнейшей жизни. Трудоустройство молодых специалистов с ОВЗ остается одной из актуальных тем на сегодняшний день. Фестиваль познакомил детей и их родителей с работодателями, которые рассказали о способах профессионального становления особенных детей. Дети у нас во многих в техникум колледжа, которые представлены сегодня на наших площадках, они получают образовательный процесс, получают специальность, но дальше куда идти? В основном дальше оседает дома. И вот наша задача этого фестиваля – их простроить, их путь до работодателя или создать свое производство. Фестиваль представил несколько площадок профессионального образования, где дети смогли попробовать себя в каждой стезе. Кто-то нашел свое призвание в сфере IT-технологий и авиации, а кто-то уже начал осваивать азы швейного и кулинарного мастерства. Это танк из яблока получается? Да. А ты впервые его делаешь? Да. Тебе нравится? Это вкусно. Это вкусно? А что еще будешь делать? Танк. Артем Панков и его старшая сестра Лена пришли, чтобы представить ребятам свою постановку «Особое счастье», сценарий которой мальчик написал сам. Мама ребят Оксана Панкова признается, что вырастив двух особенных детей, она не могла не поделиться опытом и сменила профессию, чтобы продолжать помогать и другим детям идти в жизнь. Дети уже выступают самостоятельно, и, соответственно, эти грани уже стираются. И когда я своих детей когда-то привожу, мне говорят, что у вас есть инвалидность, я говорю, к сожалению, да. Центр детского творчества номер один также похвастался своими воспитанниками. Алексей Скворцов и Ксения Митрюшкина – адаптивные спортсмены Тхэквандо Всемирной Одноименной Федерации. Совсем недавно ребята заняли первые места на всероссийских соревнованиях и стали победителями в своей категории. Да, это было вообще нелегко. Нелегко? Да. Да, что не соперники выступали, потому что. Останавливаться на достигнутом спортсмены не собираются, поэтому в их планах завоевать золото на предстоящем чемпионате мира Тхэквандо в Кыргызстане. Рассчитываю только на победу и удачи. Специфики – это, конечно же, понимание ребенка, его внутренний мир, потому что дети с ментальными нарушениями – это особенные дети, у которых свои фантазии, свой мир, и их нужно понять и увлечь. Площадку фестиваля посетили более тысячи особенных детей, которые занимаются по дополнительным образовательным программам. Помимо прочего, для родителей детей с ОВЗ и педагогово-адаптированного образования провели брифинг-встречу, на которой специалисты поделились знаниями и опытом работы, а также обозначили специфику выстраивания индивидуального маршрута, который бы учитывал состояние здоровья, интересы и склонности детей с ОВЗ.